В Чебоксарах еще не перевелись тимуровцы. Каждый год в преддверии Дня Победы они приходят к ветеранам и помогают им по хозяйству. В очередной раз в столице республики стартовала акция «Чистый дом, тепло и уют». Добровольцы уже приступили к работе. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Здравствуйте, Лидия Михайловна. Мы пришли вам помогать в рамках акции «Чистый дом, тепло и уют». Вот девочки с Чувашского госуниверситета, студентки, студентка техникума строительства и городского хозяйства. Вот сегодня захотели вам помочь. Что вам нужно сделать? Проходите, раздевайтесь, давайте. Одевайте тапочки, окна будем мыть. К Пасхе. Волонтеры Юля и ее дружная команда уже не первый год следуют примеру героев советского прошлого. Говорят, что часто приходят к ветеранам, которые проживают совсем одни. Обычно в их квартирах работ не в проворот. Добровольцы выносят мусор, выбивают ковры, моют полы и окна. Причем в городе это не единственная команда современных темуровцев. В акции принимают участие более ста человек. Мы сейчас проводим в районе с 1 апреля добровольческую молодежную акцию «Чистый дом, тепло и уют». Она получается не новая. То есть она реализуется в нашем районе с 2009 года уже. Пришли, вот сейчас здесь убрали, сейчас на кухне будут убирать. Да, довольны мы. Хорошо работают, вежливые. В гости к ветерану войны Евгению Скворцову волонтеры приходят уже не первый год. На фронт он был призван еще 17-летним юношей. Вплоть до 45-го на аэродроме обслуживал военные самолеты. День победы Евгений Тимофеевич встретил в Берлине. Правда, домой он вернулся не сразу. Именно в мае вышел приказ о его переводе на Дальний Восток. Форму военного летчика он осил больше 4-х лет. Момент акции важный очень заключается не только в уборке, то есть в живом общении. Потому что сейчас история, ну скажем так, мягко иногда как-то не совсем интерпретируется так, какой она была на самом деле, факты истории. И у ребят великолепная возможность услышать истории из живых уст. Эти истории о войне добровольцы потом пересказывают воспитанникам детских садов. С каждым годом ветеранов становится меньше, но подрастающее поколение об их подвигах не должно забывать. Волонтеры эту миссию исполняют отлично. Медрик Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика.